Девушки отдыхают 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 будет за ним закреплена эта площадка, поэтому мы не торопимся, потому что как только произойдет сдача, нам придется подписать документы и уже эксплуатировать эту площадку, поэтому сейчас она до Юры закреплена все же за строителями, они там заборчики эти, ограждения содержат и пытаются содержать все же и саму территорию, не допускать туда людей. — Ранее говорили, что в октябре должны были сдать спортивную площадку, то есть там что-то сдвинулось по срокам? — Да там почти все уже готово, все готово к сдаче, ну, Роман может быть... — Ну, сейчас Роман подключим к нашей беседе, да. В чем, собственно, загвоздка-то возникла, да, почему приходится смещать все-таки сроки? Мы не в укор ни в коем случае, понятно, что нужно сделать основательно, качественно, но мы прекрасно понимаем, что запрос есть, да, со стороны молодых, в первую очередь, жителей города. — Да, сроки действительно немножко сдвигаются, потому что администрация, как вот Сергей Александрович сказал, постоянно совершенствует, и какие-то дополнительные работы появляются, в частности, не был запланирован на всей территории спортивный рулонный газон, был часть рулонного, часть пассивного, было принято решение сделать рулонный, соответственно, нужно его заказать, привезти, уложить, это тоже дополнительная работа. А так, мы спортивную зону, то есть скейт-парк, памп-трек, памп-трек детский, самую длинную, наверное, в городе Кирове скамейку, вот, наверное, видели, да, кто посещал там порядка 120 метров, она получилась, бетонная площадка вокруг, это все готово к эксплуатации, ну, собственно, уже эксплуатируется. Ограждение на памп-треке именно мы установили с той целью, чтобы рулонный газон прижился, потому что вот мы его укладываем, детишки начинают тут же кататься, и, в общем, ну, рулонный газон, мы понимаем, да, то есть он... Выходит на этот газон. Да, они постоянно на него заезжают, залетают, валяются на нем, катаются, и, в общем, он... Рулонный газон, простите за неосведомленность, это все равно живая трава. Конечно, конечно, это... И почему, Роман, прошу прощения, было принято решение отказаться от пассивного и полностью на рулонный перейти? Это решение заказчика. Вот если бы вы сейчас там побывали, увидели, что черная земля сегодня, вот, ну, это грязь. Размокшая, да, после осадков. Поэтому, чем больше будет покрытий, в том числе и из живой травы, да, тем меньше грязи будет. То есть рулонный газон, он, в принципе, только эстетическую функцию несет? По нему бегать, гулять, лежать на нем нельзя? Во-первых, эстетическую, во-вторых, рулонный газон, он быстрее прирастает, и быстрее уже, ну, как бы, готов к эксплуатации, именно, чтобы на нем можно было ходить и так далее. Но для начала нужно дать время, конечно, там, два-три месяца, чтобы он пророс, да, чтобы он укрепился, и после этого же можно будет эксплуатировать. А то, что это на зиму глядя делается, это играет какую-то роль? Не повредят его потом холода, морозы, приживется? Все приживется, это в рамках действий, в рамках всех норм, то есть здесь никаких проблем нет. Ну, вот, смотрите, да, я сужу по тому памп-треку, который рядом со мной, и там тоже газон. В юго-западном районе. И этого газона на второй год не стало, то есть его все равно дети вытаптывают. И я просто практически уверена, что это же судьба ждет и рулонный газон в парке Кирова. То есть, видимо, был упущен тот момент, когда вот позволили по нему бегать, ходить. А как ты не позволишь, это же люди, что ты что-то там, колючую проволоку. То есть там ограждений нет или есть, но они чисто символически не работают. Нет, я правильно понимаю, что речь идет о газоне, который на самом памп-треке. На самом памп-треке, да. Ты его не можешь ведь огородить? Ну, то есть это же единая конструкция, соответственно. Ну, то есть люди все равно будут туда ногой заступать. Этими самокатами, велосипедами еще чем-то заезжать. То есть это... от этого никуда не деться. То есть, возможно, все равно поиск какого-то решения еще придется сделать. Смотрите, вообще памп-трек, вот такие сооружения, это не дешевое удовольствие. Есть сама территория вот этих дорожек, да, а рядом что-то должно быть. Ну, хорошо, не газон. В любом случае это должно быть мягкое покрытие, выйти, упасть там и так далее ребенок может. Вот поэтому резиновая крошка, она несколько, на порядок, наверное, дороже получится, если бы вместо газона положить. Но песок там не удержится, потому что это склоны. Вот поэтому какое-то решение должно быть. Песок будет разноситься все равно. Ну, мы смотрим вообще, в принципе, на опыт строительства памп-треков и вот этот вот газон, это зона безопасности. Если там все будет в асфальте, мы можем все это сделать в асфальте, естественно, но это будет небезопасно для тех, кто будет кататься на... Нет, возможно, вот резиновая крошка была бы решение. Дорого. Да. Но газона-то скоро не будет. На него тоже деньги потрачены. Так, ладно, да? Будет. А, памп-трек. Скейт-площадка. Скейт-площадка. Тренажерная зона. Все ли тренажеры уже поступили? Все на месте уже там. Да, стоит все. И резинка снизу уже. Тот самый, один из самых больших или самый большой, как нам его презентовали, да, детский городок. Он уже все закончен? Нет, он пока все заказан. А, то есть он еще в планах. Да. Ну, то есть он изготавливается. Ну, то есть в планах его установка, да. Детская площадка, да. То есть у нас все тренажеры, там не тренажеры будут, там детский городок, будут батуты, будут качели, будет пергола, где мамочки пергола. Ну, это такой навес, куда устанавливаются скамеечки. Вот, в тенечке могут мамочки там с детьми посидеть, понаблюдать. Ну, и папочки тоже. Ну, и папочки, естественно, тоже. И бабушки с дедушками, да, тем более. Вот. То есть все детский городок, все это дело заказано, он у нас ориентировочно приходит в ноябре, начинаем монтаж в ноябре месяце. Чем он будет отличаться принципиально от тех объектов, которые уже есть, я не знаю, там, в Кочаровском парке, да, еще? Сергей Александрович тогда заинтриговал, да, все сами увидите, сказал, что это будет нечто такое. Ну, как это можно объяснить по радио? Ну, как, не знаю, насколько это большое пространство он будет занимать. Возможно, все это будет из дерева, из зокоматериала. Могу пояснить. Детский городок как раз-таки заказчиком выбирался, исходя из общей концепции парка Кирова, а таким сердцем, наверное, интересно будет то, что береговое укрепление выполняется из лиственных свай, наверное, уже все видели. И поэтому такая вот эта вот тема дерева, она будет и в детской площадке. Как раз там вот эти вот высокие большие горки, большие, ну, такие достаточно мафы, они будут выполнены из дерева, вот, ну, в такой вот тематике. Как это описать действительно без картинок, я тоже не представляю возможным, но будет очень насыщенно. Наконец-то смотреть это все, да. Около полутора тысяч квадратных метров детская площадка будет, это, ну, это большая площадка. Вот, наверное, в Кирове, ну, есть, наверное, подобное, но очень мало. А в ноябре вы начнете ее монтировать? Да, в ноябре у нас приходят мафы, малая архитектурная форма, то, что я назвал, и в ноябре мы уже приступим к монтажу. Как много времени займет по вашим подсчетам, да. Помешать ли там снег или нет? Ведь расчетов-то у нас, расчеты есть, но у нас постоянно срываются в этом году сроки поставок. Поставок. Это касается и детского оборудования, и строительных материалов, постоянно что-то опаздывает. Ну, тут вопросы дефицита, видимо, да, в принципе, да. Ну, вот, к сожалению, такая ситуация сейчас. К изготовителям невозможно, да, по продукции. Кстати, у меня сейчас неожиданный вопрос родился, не знаю, насколько он уместен. Уже многие десятилетия парк называется имени Кирова. А вот как-то вот самого Сергея Мироновича была идея увековечить, ну, не знаю, что-то разместить в парке. Или излишним вы это считаете, Сергей Александрович? Входную группу какую-то организовать, вот прям с названием, что это парк имени Кирова. Вы знаете, у нас парк имени Кирова отдельно, а содержание парка как-то тоже отдельно. У нас там есть осоль, есть бегущая по волнам, диорама, да. Ты правда это называешь парком Кирова? Да. То есть вот ты говоришь, друзья, мы пойдем в парк Кирова, не в парк у цирка, а в парк Кирова? Нет, я принципиально, как историк по образованию, я считаю принципиально называть его так, как его назвали наши предки. А ты говоришь, площадь 20-го партсъезда, площадь революции, парк имени Кирова, да? На площади 20-го партсъезда, она же в народе площадь Авито, я бываю намного реже, чем в парке имени Кирова, да. А если забросить все же вот Соловьевский, ведь он сначала по названию деревни был. Да, Соловьевская Слобода, да, он сейчас... Может попробовать, может приживется. Почему бы нет? Вот такая идея, которая рождается у нас в прямом эфире, да? Подумать в этом отношении. Хорошо, давайте переместимся в зону прудов. Берега укрепления вы закончили, да, практически уже закончили. Фотографии сам лично недавно туда заходил, видел, собственно, ну, работы продолжаются. Что вызывает сейчас самые большие сложности? Есть ли они? Да, есть ли эти сложности вообще, Роман? Действительно, берега укрепления завершена на 98%. Остались небольшие участки, где нам мешают, ну, определенные конструкции, которые мы в ближайшее время демонтируем. Да, на самом деле, все, как ни странно, и как, ну, хорошо идет все по плану. Конечно же, погода может повлиять на те или иные работы. В основном сейчас, вот я уже говорил, что земляные работы мы завершили. Вот то, что вот касается самого такого сложного этапа. Потому что сейчас мы приступили по всему парку к устройству уже, к установке устройства брусчатки. Ну, то есть укладки брусчатки, прошу прощения. Потому что все, бетонное основание по тротуарам сделано, то сейчас устройство брусчатки. Подождите, очень важный момент. Брусчатка, это не как вот тротуары в городе, там, на песчаную подушку. Вы еще и бетонное основание делали, да? Там очень такое, прям, долговечное основание. Чтобы съезжало, да? Да, то есть там идет сначала слой щебеночного основания, дальше бетон, бетонируется, бетонная подушка, и на нее уже ЦПС и брусчатка. То есть в любом случае это твердо получается? Да, и брусчатка 8 сантиметров. Вот везде в городе 6 сантиметров, насколько я знаю, укладывают. Здесь 8 сантиметров для того, чтобы там можно было и техникой проехать и так далее. То есть там очень хорошее основание, долговечное, ну, на долгие года. Вот. Что касается погоды, сейчас мы, значит, укладываем гранитные плиты на многоступенчатом перепаде, на лестничных маршах. Конечно, хотелось бы потеплее, чтобы это все было. Приходится им подогревать смесь, чтобы было качественно и не отваливались эти бетонные плиты. Получается классно, очень красиво. А сверху на плитах? Ну, то есть парапетные крышки, это все будет в граните. То есть перепад весь будет в граните, лестницы вдоль перепада, вот новые, которые мы построили, они тоже будут в граните. Мосты будут в граните, вот что у нижнего, что у верхнего. Вот получается круто, все по плану, у нас окончание срока сдачи конец года, вот в любом случае мы готовы к снежным, к снежным осадкам. То есть у нас построены специальные юрты, наверное. Пункты обогрева, пункты обогрева. То есть мы накрываем перепад сейчас, и вот сейчас мы приступили активно к устройству и монтажу пирса. Наверное, тоже видели, что мы установили все деревянные сваи, смонтировали винтовые сваи. И у нас есть специальный павильон для покраски палубной доски из лиственницы. То есть мы ее красим в специальном оборудованном помещении. А доска тоже из лиственницы будет, да? Да, то есть пирс весь из лиственницы получается. Долговечная. Тоже долговечный, да, то есть сваи из лиственницы, ну и, соответственно, палубная доска тоже из лиственницы, которую мы красим. И уже тоже в ближайшее время, я думаю, что дней через 10 уже горожане увидят, как мы ее монтируем. Ограждения на пирс также заказаны. Они где-то в ноябре месяце придут к окончанию монтажа палубной доски. В целом, вот как-то... А все ли работы есть возможность завести в зиму? Или какие-то придется ускориться до того, как выпадет снег? Ну вот я уже сказал, вот все это в основном связаны с планировкой земляные работы. Мы их выполнили. Ну вот, поэтому... Чтобы потом замерзшую землю не тревожить, да, ее? Пруды в этом году будут заполнять? Пруды, да. Судя по соцсетям, многие уже жители города истосковались по именно водной глади, да. Хотелось бы и уточек покормить, походить. Но, видимо, Сергей Александрович пока не получится, да? Да нет пока, наверное, и смысла никакого нет в этом. Сейчас зима, сейчас все замерзнет, снегом завалит. Нет, пусть постоят, пусть отдохнут. То есть, когда придет весна следующего года, снег будет таять, и за счет этого еще наполнение произойдет прудов. Вы на это рассчитываете или как? Да, оно буквально, мне кажется, даже за месяц полностью все заполнится. Даже за две недели, наверное, сможет заполниться, если закроем сливные трубы. Но, мне кажется, пусть вымерзнет дно водоема, пусть будет почище. А удалось ли, кстати, почистить-то еще дно? Я помню, вы говорили, что вы прям насылались тем, кто заинтересован. Да. Или в этом, да, в плодородном удобрении можете обращаться. Часть в процессе работ по берегу укреплению, там же мы где-то подсыпали, где-то убирали потом лишнее, часть убрали. Ну, самое главное, что мы убрали весь мусор, вывезли. А для дноуглубительной, как таковые работы, мы делать пока не стали. То есть уровень воды, глубина примерно... Глубина останется та же самая. То же самое, да, что и была. Единственное, сейчас, да, и трава там растет, и как бы вымерзнет это все, может быть. Ну, я думаю, что вода будет почище в следующем году, когда мы наполним, тоже почище. На будущее уже думаете, какую-то живность запустить в воду, или это пока такая еще перспектива не очень близкая? Ну, у нас же были примеры, когда-то рыбу запускали. Конечно, это же интересно, целый праздник можно организовать. Я думаю, найдутся и волонтеры, и желающие предоставить вот этот мальков и так далее. Ну, уже это потом, давайте сначала. Давайте пока, в общем и целом, да. Не до пустяков пока. Границы обрисуем, да. Вопрос о зеленении, Роман, как сейчас решаете? Что еще предстоит сделать? У нас на ноябрь запланирована посадка, такая достаточно большая посадка деревьев и кустарников. Они сейчас заказаны, где-то вот в пути в фурах едут. Где именно они будут? Мы посчитали, порядка пяти фур придет, вот именно растительности. Это там около тысячи кустарников, ну и там порядка около 300-200 деревьев. В основном мы будем озеленять это вокруг прудов, зона вокруг прудов. И часть будет как раз вот на скейт-площадке и по-треке, но не внутри как бы, но вокруг. По периметру. По периметру, да. А нормально в ноябре озеленение проводить? Вроде бы раньше говорили, что максимум октябрь. Вот самое хорошее время для пересадки деревьев, это когда они находятся в спящем режиме. Ну, если так можно сказать, в спящем состоянии. Поэтому в ноябре месяце мы, ну то есть это для них даже еще и лучше. Хуже, когда деревья пересаживают, когда они зеленые. Ну, понятно, когда они... То есть для них это большой стресс. Да, уже жизнью наполнились, так скажем, да, уже. Поэтому мы, да, мы, ну как бы сознательно перенесли вот этап именно озеленения, вот именно высадки деревьев и кустарников на ноябрь месяц, когда уже будет, когда-нибудь перейдут в спящий. Высаживать будете своими силами? Да. Просто почему бы не пригласить неравнодушных горожан поучаствовать? Ну, это какой-то знак. Я вот высадил лично дерево в парке. Почему бы нет, Сергей Александрович? Подумайте об этом. Может быть, объявить, пригласить желающих? Можно прокомментировать. Да, почему? Мы готовы, конечно же, просто у нас жесткие нормативы по контракту, по качеству высадки этих деревьев. Я просто переживаю, что если мы... С кого потом спрашивали? То есть, послеживается, на какую глубину, хорошо ли укрыли. То есть, окопать, то есть, пролить. Это все проверяется надзорными органами, вплоть до высоты, там, до сантиметров того или иного дерева. Если его даже засадить глубже, то есть, мы не пройдем по высоте, это уже будет нарушение контракта. И я переживаю, что если горожане... Да, неопытные горожане могут это сделать. Ну, все обсуждаемо. Какого размера вообще саженцы? То есть, есть ли там крупномеры? Или это все маленькое? Разные деревья. Деревья идут там от полутора метров до трех, даже до трех с половиной, которые вот по техническому заданию. Ну, и кустарники там от полуметра до метра. Непосредственную подборку зеленых насаждений кто делал? Специалисты администрации? Там же дендроплан целый посоставлен. То есть, эксперты работают именно над теми породами, которые будут высаживаться. Так, зона амфитеатра, еще хотелось бы спросить. Что с ней? Тоже практически уже там в высокой степени готовности? В высокой степени готовности. Дренажные работы завершены. Там установлены колодцы. Значит, забетонирована сцена, забетонированы ступени. Сейчас у нас остается деревянный настил на сцену, деревянный настил на сиденья амфитеатра. Вот, лестничные марши также залиты. Ну, то есть, процентов 75 готовности. Вот, ну, сейчас остаются те работы, которые не требуют там земляных каких-то работ, техники. То есть, по факту мы сейчас переходим уже к отделке амфитеатра. Ну, напомним, что амфитеатр будет располагаться, это зона верхнего пруда, да? Верхний пруд, у диорама. А враг, простите, да? Где катаются зимой обычно. Да, где зимой привыкли на ватрушках там кататься. А, кстати, вот то, что сейчас там все вот это дело обустраивают, как-то помешает вот этим зимним катанием? А где там будет сейчас снег, где уже кататься? А будут ли как-то как-то координировать, да, горожан, что... Будете ли предупреждать, не знаю, информацию там размещать, что извините, катание не предусмотрено. Потому что, возможно, там эти скамейки уйдут под снег, их будет элементарно где-то что-то не видно еще. А люди же привыкли в любом случае там кататься. Да, можно шлаги поставить, вопросов нет, не проблема поставить. Ну, и возвращаясь, опять же, к спортивной зоне, несмотря на то, что официального открытия еще не было, ну, мы же все прекрасно видим, что есть там ребята-то и подростки, катаются, вы как с ними взаимодействуете? Как их пытаетесь отговорить? Или не отговариваете? Или уже не отговариваете? Бог с ними. Знаете, мы с этими подростками уже, наверное, как родные, потому что они там пытались кататься еще с самого начала строительства, когда стоял забор, когда еще не было покрытия, они, ну, прям отчаянно, ну, прям, с одной стороны, это круто, что ребята, ну, настолько им интересен этот объект, что они прям прорываются через нас охрана, там, сняла... Уже руку, по-моему, или кто-то что-то ломал. Полицию вызывали, да, то есть там очень-очень так вот, они прям отчаянно туда прорываются. С другой стороны, конечно, мы информируем, то есть мы повесили информационные щиты, где четко прописаны требования как к мунированию, да, то есть на коленнике, там, каска обязательно и так далее, так и к возрастным ограничениям, и вообще на чем можно кататься. Вот, например, там, на пам-треке, там, вообще на самокатах так-то он не предназначен для самокатов, он предназначен для велосипедов, BMX, специальных там, то есть и, соответственно, для спортсменов. Но, как мы видим, там, в основном-то катаются на самокатах. Вот. Да, немножко времени нам не хватило, тут у нас время рекламы подходит, и мы уже будем прощаться с нашими гостями. Ну что, ждем официального открытия, да? Ноябрь, Сергей Саныч? В расщитывании по спортплощадке до ноября. Благодарим Сергей Торхов, замглавы администрации города, начальника управления по Ленинскому району и руководителем подрядчика группы компании БС-сервис Роман Вахитов. Спасибо за информацию. До свидания. 13 часов и 31 минута. Поговорили о том, что происходит в парке имени Кирова. Еще одна тема у нас остается на завершение уже программы. Дневной разворот. Сегодня разворот у нас чуть хороший, чем обычно, и мы переходим на новый режим работы, да. Новый старый. Не до конца часа, да. Открыли, отремонтировали, открыли в областном центре приказную избу, памятник архитектуры федерального значения, да. Первое упоминание, как известно, о нем содержится в исторических документах во второй половине XVIII века. Активно приказная изба была задействована вот в этой цепочке объектов исторических, которые относятся у нас к Краевическому музею, это епархия Краевического музея, но последние сколько? Четыре года. Четыре года изба была закрыта, туда никого не пускали, плачевное состояние. Но запрос был, желающие были посещать. На самом деле, мне кажется, что вот... История приказной избы, того, что удалось добиться ее ремонта, я считаю, что это прям большая заслуга общественности, то есть тех, кто раздувал, да, там этот скандал, будем так говорить, кто постоянно писал об этом и в социальных сетях, и добивался того, чтобы этот ремонт был проведен, и средства выделены. И вот, наконец, Юрий Балыбердин с нами на связи, директор Кировского областного краеведческого музея имени Алабина. Юрий Александрович, добрый день. Добрый день. Добрый день, Александрович. Да, приветствуем вас, ну и поздравляем с успешным завершением такого большого проекта, да, как ремонт приказной избы. Многие горожане, мы знаем, ждали этого момента. Открытие официальное состоялось. Насколько было трудоемким, насколько много, не знаю, нервов, да, сил моральных, физических пришлось потратить. В чем заключались самые большие сложности при ремонте? Ну, то, что потрачено очень много сил, вы тут, конечно, абсолютно правы, потому что объект культурного наследия федерального значения и, к сожалению, достаточно долгое время он, ну, в общем-то, по сути дела, разрушался. Вот последняя реставрация избы была произведена в 70-е годы прошлого века. Ну, а потом, к сожалению, вот какое-то время даже протекала крыша, намокали стены и, ну, в общем, по сути дела, здание просто разрушалось. Поэтому, конечно же, стоило огромных сил привести его в порядок, просушить, сделать все, что необходимо, все работы, их было очень много. Ну, и, конечно же, ну, практически реставрацией была каждая часть нашего объекта затронута. Всем ли довольны, Юрий Александрович, тем, как были проведены работы, насколько все аутентично оказалось? Как действовал подрядчик, приходилось ли что-то уточнять, какие-то моменты в процессе ремонта, направлять строителей? Ну, вмешиваться в хозяйственную деятельность подрядчика мы не имеем права, но, конечно же, каждый день практически начинался с этого объекта и завершался им. То есть мы старались быть вместе, где-то что-то, как бы, обсуждать, где-то, ну, даже и требовать. То есть еженедельное совещание там было по 10, по 15, по 20 пунктов в протоколе, что необходимо было делать, на что обратить внимание. Поэтому работы шли, конечно, крайне тяжело. Ну, и состояние штукатурки, например, наружных стен было, ну, просто плачевное. Поэтому, конечно же, здесь затрачено очень много сил. И подрядчикам, и нами, потому что мы понимали, что объект знаковый, что это, ну, фактически получилось первое здание, которое отреставрировали к юбилею города по постановлению, так называемому, 4-2КР. Поэтому, конечно же, сил затрачено много, но я думаю, что результат порадует и уже радует кировчан и гостей нашего города. Ну, и, конечно, немаловажный вопрос, как сейчас будет использоваться, да, приказная изба? Что за экспозиция? Запустили экскурсионную программу. Что еще будет, кроме экскурсии? Будет ли? Какие планы? Что там разместить? Взрослые, взрослую публику, детей? Что придумаете? Что придумали уже? Вот в отреставрированном здании сейчас открытая экспозиция, которую мы назвали «История здания в истории города». Конечно же, мы знакомим наших посетителей с историей самого здания, улицы Казанской. Ну, а поскольку здесь была первая площадь, то мы, конечно же, рассказываем и о вятских ремеслах, как они развивались, а также и, конечно, знакомим с традициями вятского гостеприимства и кухни. Потому что, ну, действительно, это, наверное, уникально. Вот буквально сегодня слушал по радио про выступление нашего президента, о том, что надо развивать агротуризм, и в том числе, конечно, рассказывать об особенностях национальных кухонь. Я думаю, что здесь и в этом плане нам есть что показать и рассказать. Значит, ну, идея какая? Первый зал, там представлены музейные предметы, которые рассказывают о жизни, бытии и ремеслах, ну, простых, скажем так, жителей вятки, крестьян. А интерьер второго зала наполнен уже более дорогими такими музейными экспонатами и рассказывают о здании как и петельном заведении, потому что долгое время оно таковым являлось о гостях, торговле, купечестве. То есть, думаю, что это будет интересно и нашим жителям, кировщанам, ну, и нашим гостям. Посетителей сопровождает экскурсовод, то есть живой рассказ, или сами ознакомятся с экспонатами горожане? Посетителей, да, посетителей сопровождают экскурсовод, потому что здесь, наверное, данная ситуация... Нет, конечно, можно смотреть самостоятельно, но экскурсовод помогает более глубоко окунуться в нашу историю, ну, и, конечно же, это будет, ну, более, что ли, наверное, интересно и познавательно. Ну, вот, очень активно наши жители записываются на экскурсии, уже, как бы, есть некая очередь, но я думаю, что мы удовлетворим все потребности, все, кто захотят посетить наш музей, они будут иметь возможность это сделать. А билеты можно купить там, на месте, в приказной избе, или для этого нужно куда-то, в основное здание, да, в главное здание обратиться? Нет, мы все сделали, все предусмотрели, музей уже оборудован и сигнализацией, и кассовым аппаратом, и телефоном, так что можно просто приходить в музей, и на месте все формальности соблюсти. Каждый ли день экскурсии проходит? За исключением понедельника. Малые музеи у нас в понедельник отдыхают, а то, что касается режима работы, то с 10 до 18.00 все дни недели, кроме четверга, а в четверг с 12 до 20. Спасибо большое, Юрий Александрович. Юрий Балыбердин, директор Кировского областного краеведческого музея, рассказал нам об открытии приказной избы. Добро пожаловать. Добро пожаловать в перекресток Спасской и Казанской, да, если кто забыл, подзабыл, ну, потому что действительно долгое время объект был закрыт, хотя объект очень и очень значимый для истории нашего города, памятник архитектуры федерального значения. Завершаем на этом сегодняшнюю программу «Дневной разворот». Благодарим наших спикеров, тех, кто сегодня побывал у нас в студии, был с нами на связи Дарита Пузлеева. Владимир Сметанин. До встречи в следующий четверг, тоже в программе «Дневной разворот». До свидания.